Всем здравствуйте, дорогие любители национальной баскетбольной ассоциации. С вами просто Марк, и это очередной выпуск подкаста «Баскеток». И со мной сегодня будет записываться, в жизни не догадаетесь, кто? Правильно, мой постоянно соведущий Женя, он же Джерри Биг. Привет, Жень. Привет. Да, сегодня снова мы записываемся вдвоем, потому что будем с Женей поднимать тему, которую, ну, на мой и Женин определенные взгляды невозможно будет растянуть на троих, потому что тема такая массовая, и, конечно же, я говорю сейчас о самом горячем в НБА, то бишь о первом раунде. Буквально вчера стали известны все пары первого раунда плей-офф, и мы с Женей решили, что это наша святая обязанность обсудить предстартовые, так сказать, расклады во всех парах первого раунда и высказать свои мнения по поводу того, что будет происходить в них. И предлагаю начать сразу же, без каких-либо откладок. Так, первая пара западной конференции, начнем мы сегодня именно с нее, Golden State, Portland. Ко-лидер за конференции с показателем 67 побед, 15 поражений против команды, которая, ну, можно сказать, что некоторым образом многих расчаровала в этом сезоне тем, что смогла попасть в плей-офф только буквально на волоске этого сезона. Portland вышел с показателем 41 победа, 41 поражение. В сезоне команда встречалась между собой 4 раза, и во всех этих встречах одержала у победы, конечно же, воины. В целом, я, наверное, предоставлю тебе, Женю, первому слову по этой серии. Как ты? Согласишься ли ты с Дэмьеном Лилардом на тему того, что Портленду удастся укатать Golden State в 6 матчах, или все-таки ты думаешь, что Портленду будет по силам сделать это в 4-х? Если Портленд зацепит хотя бы одну победу, я обещаю, торжественно клянусь, купить альбом Дэмиана Ливарда, рэп-альбом. Так как я рэп не слушаю, это, в общем-то, достаточно серьезное обещание с моей стороны. Не, по-хорошему, я совершенно не верю в Портленд, потому что весь его ренессанс, весь его рывок к плей-офф, и в итоге все-таки победа в этом соревновании с Денвером, все это произошло благодаря одному-единственному человеку, благодаря одному-единственному обмену, и этот человек сейчас травмирован, и в плей-офф он не играет. Ну, понимаете, что я говорю о Нуркиче, и как бы там ни было, пара Лилард и Маккалум, это вторая по силе пара защитников в Западной конференции. Играть они будут против первой по силе пары, все. Больше Портленд укрыть нечем, поэтому, на мой взгляд, это, наверное, самая очевидная, самая простая пара. Тут большинство предсказаний сбудется, и букмекеры Вегаса дают 4-0, как наиболее вероятный исход. Соглашусь с тобой, по большей мере, потому что, действительно, Нуркич стал, пожалуй, одним из самых главных творцов именно вот этого финального рывка Портленда в сезоне, благодаря которому команда из Орегона как бы и попала в плей-офф, попав на Golden State. Будет сложно. Туржейл Блейзер сообщает дать какой-либо бой Golden State, но при этом я, как человек, который любит истории андердогов, я, пожалуй, выскажу такое мнение, что Портленд, безусловно, проиграет. Не подумайте, что я как-то пошел против системы, и думаю, что Дэмин Лилард серьезно сможет затащить серию против Кари, Дюранта и всех ежесними. Но, опять же, я назвал имя Дюранта буквально в предыдущем предложении совершенно не зря. Вот, мне кажется, за счет возвращения Дюранта и именно набора его формы в плей-офф, Портленд как раз-таки может зацепиться за одну победу в этой серии. Тем более, никогда не стоит исключать фактор того, что какой-нибудь огненный матч проведет, опять же, задняя линия Портленда, Маккалум и Лилард, что они не раз уже и делали в течение последних двух сезонов. Опять же, еще спорный вопрос по поводу того, что, может быть, Нуркич вернется во время серии, но будем объективны. Если даже ему это удастся сделать, то он, скорее всего, будет выглядеть бледной тенью самого себя, потому что речь идет о травме берцовой кости, тем более для человека таких больших габаритов эта травма будет нести большие остаточные эффекты. Как мне кажется, к сожалению, у Портленда нет никаких шансов взять эту серию, но при этом я сдам им шанс на одну победу в этой серии. Вот такие наши мнения, так бы, скоротечные, насчет первой пары западной конференции. Предлагаю перейти ко второй паре, которая организовалась на Западе. Это Сан-Антонио, команда, которая заняла второе место в конференции, и Мемфис, команда, которая, соответственно, заняла седьмое. У Сан-Антонио по сезону показателей 61 победа и 21 поражение, у Мемфиса, в свою очередь, 43 победы и 39 поражений. Сезонную серию команду поделили между собой, две победы на стороне Шпор и две победы на стороне Мишек. Я, пожалуй, по этой серии выскажусь первым, так как ты болельщик Сан-Антонио, я верен, что тебе есть что сказать по поводу этой потенциальной серии, но, во-первых, следует сразу отметить, что это точно не будет повторением прошлогодней истории, когда, опять же, Сан-Антонио и Мемфис столкнули в первом раунде плей-офф со второго-седьмой строчки, но там был абсолютно другой, так сказать, подвод к этой серии, потому что у Мемфиса, насколько я помню, они играли ни Марк Газоль, ни Майк Конли, люди, на которых держится этот Мемфис. И, как мне кажется, в этот раз, конечно же, будет бой побольше дан, чем по сравнению с прошлым сезоном, когда в Мемфисе дирижировали такие люди, как Лэн Стивенсен и, простите меня, господи, Джордан Фармер. В этом сезоне будет повеселее, как мне кажется. Мемфис очень неудобная и, как мне кажется, очень недооцененная команда в плей-офф он бо. Гриттен, грайнд, все дела. Я это очень сильно люблю. Но Сан-Антонио, они уж слишком опытные бойцы для того, чтобы реально поддастся на такие защитные, так сказать, уловки Мемфиса. Мне кажется, эта серия растянется на шесть игр, и победителем из нее выйдет Кавай Леннард и его дружина во главе с Ламаркуса Молдриджем. Вот такое мое мнение. Жень, как болельщик Сан-Антонио, смотришь ли ты на эту серию больше оптимистично или больше пессимистично, чем я, сторонний человек от этой серии, так сказать? Я, с одной стороны, всегда опасаюсь Гризлис, потому что это не самый лучший, не самый удобный соперник для Сан-Антонио. Именно из-за того, что матчи получаются очень вязкие, медленные, защита, надо хорошо успевать за защитниками. Благо сейчас в Мемфисе Конли, которому сто лет в обед, и который теперь не будет такой настолько большой проблемой для наших защитников. Но теперь есть, вот что меня очень сильно смущает, теперь есть Картер, который расстрелялся в конце сезона, который начал попадать в свои трехи. И как мы будем держать Картера и Конли, которые оба представляют определенную угрозу на дуге, имея только одного Дэнни Грина, и то, который только что после травмы, который нездоров, и я не знаю, и вот это меня очень-очень сильно смущает. Потому что Грин оправился там совсем буквально недавно, все вроде бы в порядке с ним, но он не в лучшей форме. Я, честно говоря, не знаю, как мы будем держать больших, потому что, скорее всего, тут поп разберется, потому что Ла Маркус будет оставаться под щитом, Газоль, скорее всего, будет играть с братом, может быть, даже Дэдман будет играть с младшим Газолем на дуге, потому что у Марка сейчас достаточно приличная треха, и кому-то надо выходить на дугу, и старший брат не будет успевать за младшим. Ну, а если вдруг, не дай бог, Поп поставит братьев играть вместе, то я подозреваю, что мы получим очень много от Марка. Он и потяжелее, и достаточно быстр для своих лет и своих габаритов, а Поп может просто не успеть. Единственное, что, может, по-семейному как-то там шикнет на малого, но в это очень сложно поверить. Паркер, как всегда, в защите, как всегда, в последнее время, к сожалению, недостаточно хорош, давай скажем так, поэтому защищаться мы будем, скорее всего, ухилиями Дэнни и, наверное, Патти Милса. Может быть, Поп побережет Паркера, может быть, поиграется с ротацией, посмотрим. В принципе, с задней линией Усперс все в порядке, я не очень волнуюсь за атакующий потенциал. Даже там Паркер стал временами напоминать былого себя, хотя, конечно, ну, медленный, и те, кто помнит его в седьмом и восьмом году, в шестом, седьмом, восьмом году, они сейчас не могут смотреть на нынешнего Тони Паркера. Ну, окей, пока окей, для Мемфиса должно хватить. Что меня радует, то, что Мемфису, в принципе, будет очень тяжело удержать Кавая, потому что им держать Кавая некем. Тони нездоров, ну, не сможет физически удержать Кавая, Тони Ален, я имею в виду. Все остальные, ну, кто? Я даже просто не могу придумать, кто будет удержать Кавая, и судя по тем играм, которые я видел, у Кавая была достаточно неплохая результативность, он брал на себя очень много атак в играх с Мемфисом, и, в принципе, да, это все были тяжелые игры, все игры вырывались с мясом, и то первое поражение с Антонио, первое игре сезона, оно было без Кавая, поэтому оптимизм присутствует, но он достаточно сдержанный, и я очень настороженно сейчас отношусь к этому первому противостоянию. Что меня вселяет в меня определенный оптимизм, это то, в каком виде Мемфис подходил к плей-офф, потому что команда выглядела разобранной, команда сыпалась совершенно непонятным образом, они почему-то провалились с, в общем-то, более-менее хорошего шестого места стабильного, они провалились на седьмое, причем без шансов, причем сделали это заранее, так сказать, сразу после матча всех звезд, и как будто бы они хотели попасть на Сан-Антонио. Хотели или нет? Ну вот посмотрим в ближайшие полторы недели. У этих команд есть история игры в плей-офф, с этим мы спорить не будем. Может быть, как-то по привычке Мемфисы решили, что нашу рутину менять, почему бы не сыграть в первом раунде с Сан-Антонио, как бы уже и товарищами по первому раунду завсегдатами стали. Вот такое наше мнение относительно этой пары, но я предлагаю, Жень, перейти к самому сочному, к самому горячему, так сказать, разделу нашего сегодняшнего выпуска, и я говорю о одной из двух, как мне кажется, самых интересных пар, и обе эти пары будут происходить на Востоке. И сперва мы рассмотрим противостояние команд двух претендентов на MVP, двух бывших своих сокомандников, двух команд, между которыми есть история, и как бы происходило немало очень горячих боев, так сказать, во время регулярного чемпионата. Конечно же, я говорю о Хьюстоне, команде, которая заняла третье место в конференции в Казани, 55 побед и 27 поражений, и о Клахоме-Сити, 47 побед, 35 поражений, и шестая строчка в конференции. Счет сезонной серии 3-1 в пользу ракет, но при этом нельзя сказать, что были какие-то матчи, когда Хьюстон в одну калитку делал Клахому. Все матчи, по большому счету, были довольно-таки равными, не забудем, конечно же, безупречную концовку одной из игр, в которой Рассел Уэсбург, по большому счету, сделал Данк Геймвинер, что на самом деле через Клинта Капеллу, на секундочку, что является такой редкостью, так сказать, в лиге. И я не буду томить, и просто скажу, что я предвкушаю большого зрелища. Как мне кажется, это будет очень любопытная серия. Обе команды очень сильно зациклены на своих лидерах, то бишь, я говорю о Джеймсе Хардене и Расселе Уэсбурге, соответственно. И это будет очередной, так сказать, подсюжет этой серии, в плане того, что кто именно из кандидатов МВП проявит себя в большей красе и докажет, так сказать, свои претензии на награду МВП. У обоих коллективов имеется в своем составе не гениальный, это, конечно, может быть, слегка будет таким преувеличением, но добротных персональных защитников. Я говорю об Андре Робертсоне, который, скорее всего, будет сидеть под кожей у Джеймса Хардена. У Ракет, в свою же очередь, есть Патрик Беверли, у которой в свое время даже конфликтовался с Расселом Уэсбургом, что также может стать одним из сюжетов этой серии. В общем, сейчас, наверное, у нас появится некий диалог в обсуждении этого, так что пока что со своим предсказанием относительно серии, кто победит и в скольких матчах, я, пожалуй, пока что-таки сохраню для себя. Женя, в целом, и что ты ожидаешь от этой серии? Разрыва эмоций, большого разочарования, трипл-дабла от Рассела Уэсбурга в среднем. Как ты считаешь? Трипл-дабла точно не будет. 9 из 10, что его не будет, потому что Рассел, скорее всего, перестанет играть на подбор, и команда перестанет играть. Они свою цель уже получили, они добились своего результата. Уэсбург, опять-таки, согласно тем же букмекерам, идет фаворитом с огромным отрывом в гонке на MVP, поэтому, независимо от наших желаний или нежеланий, скорее всего, он MVP, и трипл-дабл сыграет свою роль достаточно значимую. Соответственно, дальше здесь будет полная концентрация на результате. Мне сложно сказать, что Оклахома проигрывает Хьюстону по стартовым пятеркам именно за счет, опять-таки, Рассела, поскольку он в состоянии сейчас лично сделать больше Хьюм Харден. Вопрос в том, кто ему будет помогать, и ты правильно отметил насчет Роберсона и Беверли, насчет дуэли персональщиков, которые будут пытаться удержать главных звезд своих противников, и, соответственно, так как они достаточно хороши для того, чтобы... ну, в разрушительных действиях, для того, чтобы мы могли предсказать некое снижение результативности Хардена, я бы перевел наш с тобой разговор в плоскость передней линии, и посмотрел, что будет происходить там, потому что у Оклахомы на сегодня есть Адамс, есть Кантер, и есть вовремя перешедшие из Чикаго Тадж. И эти ребята на троих могут создать достаточно серьезные проблемы к Хьюстону. Почему? Потому что у Хьюстона из хороших защищающихся, только Клинт, капелла, Райан Андерсон, он недостаточно физически готов, и толкаться ему будет очень тяжело против любого из названных мной игроков. Тадж его просто затолкает, и скорее всего Райан Андерсон будет играть так, как он играл против Казенца в этом сезоне, во всех играх, где бы Казенц не играл, кстати. Андерсон постоянно под него подставлялся, постоянно падал, постоянно выпрашивал у судей фолы, и периодически их судей даже давали фолы в нападении, и скорее всего эта тактика будет работать и в этот раз. Почему? Потому что ребята в Оклахоме молодые, не все аккуратные, но я не говорю сейчас о Гибсоне, я сейчас говорю в большей степени о Адамсе и Кантере. Адамса можно посадить на фолы, и я думаю, что это будет в некоторой степени тактикой для защитников Хьюстона. На мой взгляд. Что касается скамеек, вот что меня достаточно серьезно смущает, у Оклахомы некем серьезно добавлять со скамейки, потому что по большому счету... хорошо. Чемпионская ДНК Норриса Коула немного, не мало. Я понял, шутка не зашла, хорошо. Понимаешь, хорошая штука, чемпионская ДНК, но вот эта спиралька, она такая маленькая, она так глубоко, бог его знает, как она себя проявит. Знаешь, не, ну, шутка с шутками, но я не вижу, кто будет набирать. Хорошо, у них будет Кантер, как ключевая, скорее всего, опция Славки. и Макдерма-то нет, Макдерма-то травмирован, он даже там со своими относительно жалкими процентами, ну, по сравнению с ожидаемыми, 30 процентов, господи, боже мой, 36 процентов трехочковых, это не так много, как от него ожидали, не так много, как он может, поэтому он мог бы добавить, но он травмирован. Ну, слушай, сейчас без всяких шуток, в конце сезона неплохо начал поливать из-за дуи такой подзабытый многим персонаж, как Кайл Синглер. Я как бы вношу за скобки Дамантеса, да, вот сразу, вот все, как бы с реакцией понятно. В принципе, я согласен с тобой по поводу скамейки, потому что, опять же, я соглашусь с тобой, что Билли Донован не будет бросать сильно в бой того же Сабониса, который, ну, не дозрел, так сказать, до этих баталий. Кайл Синглер, окей, как бы уже забавно, соглашусь отчасти. И, как ты правильно ответил, действительно, пожалуй, все. Но Рискоил шутки шутками, он у себя бывшего вообще не напоминает даже моментами. Ну, опять же, на серьезных щах разговаривать о шансах Симоджа Кристона играть в плей-офф я бы тоже, наверное, не стал. Да, тут появляется первая слабость Оклахомы по сравнению с Юстоном, это скамейка, безусловно. Также, что мне еще хотелось отметить, вот я отметил, что у Оклахомы есть большой перевес в отношении с Хьюстоном в плане больших, но в то же время у Хьюстона есть большой перевес в отличие от Оклахомы в сторону снайперов. Потому что Эрик Гордон, Лу Уильямс, Райан Эндерсон, Патрик Беверли, который в этом сезоне, насколько я помню, наливает больше 40%, так же, как и все вышеназванные персонажи, это будет очень сложно остановить Оклахоми. Какой бы, в принципе, атлетичной задней линии дуэта Уэсбрук и Алладипа не было, но, как мне кажется, за всеми будет очень сложно успеть. И мне кажется, вот это именно тот фактор, за счет которого у Хьюстона есть небольшое преимущество. Если мы даже, опять же, вернемся, то есть ты как бы своими мыслями поделился относить некоторых сравнений. Если сравнивать даже лидеров, коллектив, то я, может быть, скажу такую, может быть, Уэсбрук фанатскую теорию. Ну, простите, у меня есть легкая такая симпатия к Уэсбруку, но я уверен, что в этой серии Уэсбрук покажет себя намного лучше Хардена. И здесь сейчас речь идет не только каких-то эмоциональных порывах моих, но и также как бы об анализе просто встречи этих соперников в регулярном чемпионате. Просто для сравнения. Уэсбрук в четырех играх против Хьюстона набирал в среднем 36 очков с процентной линейкой 44 в целом и 34 процента из-за дуги, что, в принципе, неплохо. также собирал почти по 10 подборов и ассистировал, но не так много, как обычно, всего лишь 8 ассистов в среднем за игру, но в целом все равно неплохая линейка, из которой, опять же, я позволю напомнить, он помогал Аклахоме биться до последнего на равных с Юстоном, который по составу, как мне кажется, намного сильнее Аклахомы. В то же время Харден против Аклахомы имеет такую линейку 21 очков в среднем при линейке процентной 34 в целом и 22 процента из-за дуги. Ужасающие цифры, но при этом 12 ассистов. Но, опять же, если мы говорим о поддержке, то у Хардена она, безусловно, будет больше, чем у Уазбрука, как мне кажется. Вот это некоторые такие аспекты я почерпнул, но я, пожалуй, предложу, так знаешь, уже наши финальные мысли по относительной серии делиться, я, чтобы окончательно тебе слово передать, чтобы ты тоже подытожил свои мысли, я думаю, что это будет очень интересная борьба по накалу, которая не сравнится ни с одной серией из этих плей-офф, ну, потому что очень много подысторий, как я уже говорил ранее, но при этом при всей моей любви лично к Уэсбруку я, ну, вот не вижу, как они могут одолеть этот Хьюстон и, опять же, во многом, отчасти, из-за вот своей любви к андердогам я отдам победу Хьюстону не в шести играх, как, может быть, было бы так поадекватнее, а в семи. Но это, опять же, внутри меня говорит такой маленький болельщик-энбак, который хочет очень большой жаркой борьбы в этой серии и вот именно подаварить серию, которая станет классикой плей-офф на многие годы вперед. Вот такое мое предположение. Какие твои финальные такие мысли относительно этой серии? Как ты думаешь, кто из нее выйдет победителем и, может быть, в скольких матчах в целом, что будет в этой серии происходить? Не успел я немножко договорить, поскольку мы переключились, поэтому я закончу. Ты абсолютно прав. Защитники у Хьюстона. И давай не забывай о том, что это плей-офф. Играть будет меньше людей, лидеры будут играть большие минуты и ты очень правильно сказал о статистике Хардена в играх против Оклахомы. Помнишь, мы с тобой разговаривали о лучшем защищающемся игроке? Конечно, это было всего лишь полторы недели назад. Вот. Вот тут Роберсон сыграет. И вот тут мы его увидим во всей красе. Он уже играл против Хардена, он играл против него хорошо, он сыграет еще раз. И именно поэтому все будет зависеть от того, как себя покажет Лу Уильямс, как будет отыгрывать Эрик Гордон, потому что его будут, наверняка его будут выпускать на большие минуты. И скорее всего, скорее всего, Хьюстон будет играть пятеркой Харден Гордон, Беверли, Ариза и Капелла. Скорее всего. Я там на 99% уверен именно в этом. И, соответственно, у Оклахомы появится возможность играть с определенным перевесом в передней линии. За счет, ну, я имею в виду рост веса, так сказать. Но на Дуге четыре человека, которые стреляют с процентом 35+, это серьезно. Хьюстон в последнее время, опять-таки, исходя из того, что была травма у Хардена, исходя из того, что это бросковая рука, он очень сильно просел по результатам и своим, и, соответственно, по вкладу, так сказать, в успех команды. И поэтому, если у Хардена сейчас все в порядке с рукой, и если он чувствует себя, именно чувствует себя достаточно хорошо, то Хьюстон выиграет. Хьюстон серию выиграет. Будет очень тяжелая борьба. И Оклахома однозначно возьмет ну, как минимум одну игру, скорее всего, даже две. Возьмет ли она три, все будет зависеть от того, как полетит у снайперов Хьюстона. Если полетит хорошо, если Ариза вспомнит себя трехлетней давности, если Беверли не будет выдавать игру, как он один раз сделал, там, 06 и 08, окей. Тогда Хьюстон более-менее спокойно пройдет именно за счет наличия в своем составе бросающих, очень хорошо бросающих маленьких. если нет, в вязкой борьбе Оклахома может стащить ни одну и ни две игры. В первую очередь за счет расового сборка. Безусловно, то есть тут я в Америке не открою. В принципе, вот такие наши прогнозы относительно этой пары. Мы бы, к сожалению, могли о ней говорить часами, но, к сожалению или к счастью, у нас есть еще пять неосвещенных нами пар, и предлагаю приступить, наверное, к самой интригующей вообще во всей сетке плей-офф, в обеих конференциях, что на западе, то на востоке, как мне кажется, больше всего вопросов по исходу серии возникает, когда люди смотрят на серию между Клиперс и Ютой. Оба коллектива закончили этот регулярный чемпионат с показателем в 51 победу и 31 поражение, но за счет личной серии, в которой Клиперс обыграл Юту 3-1, у команды из Лос-Анджелеса будет преимущество своей площадки, и оно вполне может сыграть роль, потому что, ну, потому что кто не любит играть в принципе дома, как бы это банально не звучало. При этом стоит такое отметить интересное наблюдение, то что Клиперс и Юта отчасти как и не ян НБА, если Клиперс делает больше упор на атаку и является одной из лучших именно атакующих команд регулярного чемпионата НБА этого сезона, то Юта в свою очередь делает упор на защиту, и тут я как бы Америку, наверное, никому не открою, потому что Юта славится этим последние 2-3 года, именно вот с тех времен, когда Руди Габер начал играть весомую роль в схемах Юты, и будет очень интересно посмотреть на первое, наконец-таки, попадание Юты, за которую даже я уже ненароком начал болеть, потому что, ну, последние пару сезонов, все помнят истории, когда Юта была вот на волоске от попадания вот в это заветное постсезон, но вот постоянно чего-то коллективу Куина Снайдера не хватало. В этом сезоне, после добавления летом таких опытных бойцов, как Джордж Хилл, Борис Диау, Джордж Джонсон, Юта, наконец-таки, с уверенностью прошла от плей-офф, и даже до последнего боролась, как мы видим, за то, чтобы иметь в этой серии преимущество своей площадки. Женя, как ты считаешь вот в этом более-менее равном соперничестве кто фаворит и, ну, на кого бы ты бы поставил вот свои последние, так сказать, гроши, если бы тебе бы сказали, что это необходимо сделать в этой серии? Я ни в каком случае не буду ставить на эту серию последние гроши, не последние, потому что здесь слишком непредсказуема ситуация с точки зрения Клипперс. Почему? Потому что с одной стороны Юта мне в чем-то напоминает Сан-Антонио. То есть, это, да, тренерская команда, команда, которая играет от защиты Сан-Антонио там 10 лет назад, которая имеет очень хорошую дисциплину, но что меня смущает, то, как они проигрывали Клипперс в сезоне. То есть, все поражения Юты от Клипперс были фактически без каких-то шансов. Юта очень дисциплинирован, вот это свойство дисциплинированных тренерских команд, они в регулярке не теряют очки против андердогов. Они всегда делают свою работу достаточно хорошо, достаточно качественно, они не проваливаются на каких-то отрезках, как это любят делать Клипперс, фанаты Клипперс меня поймут. Юта так высоко в регулярке за счет того, что она стабильна. Это ключевой плюс. Но плей-офф это плей-офф. В плей-оффе стабильность важна не настолько, как важна дисциплина, как важна защита и как важны звезды. И вот по звездам, ну скажем, по уровню звезд, тут, к сожалению, 2-0 в пользу Клипперс. Я не могу ставить Дандра намного выше, чем Руди по, так скажем, по вкладу на сегодняшний момент. И скорее всего, если эти двое друг друга уравновесят, то Деррик Фейворс ни в каком виде, ни в каком формате, ни Гордон Хейворд, ни Деррик Фейворс, никаким образом они не могут быть сопоставлены с звездами Клипперс. Поэтому для меня, допустим, то, что делает Крис Пол, то, что делает Блейк, это немножко другой уровень. Поэтому скорее всего, скорее всего, если Клипперс не провалится в бросках Редика, если у Пола будут нормальные дни, даже не нужно звездных нормальные, стабильные дни, Юта зацепит одну игру, ну, две. Если вдруг Клипперс выдаст, попадет очередной раз в яму, если у них будут какие-то психологические проблемы, если они начнут проигрывать, плюс нельзя забывать, что у Клипперс вылетел Остин Риверс и неизвестно вернется ли он. Джамал сдал, Джамал сдал очень серьезно, Фелтон больших минут играть не будет. То есть Клипперс будут играть усеченной ротацией, Клипперс будут играть в 8 человек, скорее всего, и я не знаю, насколько их хватит. И если не дай бог, будет какая-то травма, если там начнутся какие-то проблемы у игроков, ключевых игроков, а тут остались только ключевые. Их неким заменить. Вообще неким в принципе. И любая следующая травма, она выбивает Клипперс моментально, как мы это видели в прошлом году. То есть любая травма выбивает Клипперс моментально. Остин Риверс стал слишком значим для Клипперс. Представьте себе на минуточку два года назад кому-то сказать, что Остин Риверс фактически является ключевым игроком для Клипперс после тройки звезд. Смешно, но так и есть. Потому что он сейчас со скамейки по большому счету является ключевым игроком. Джамал не в составе. Кроуфорд заплакал где-то, хотел сказать. Он со скамейки не ключевой. Он был великолепен все эти годы. Но в этом году стало очень сильно заметно насколько он сдал. Ну вот прямо явно заметно. Кроуфорд же в общем-то не мальчик. Ну да, определенно. Вспомни, пожалуйста, сколько ему лет. То есть человек играет сколько он уже лет играет? 15 или 16? Но он играет уже очень много. Больше него играет только Пау Пирс в этом составе. Все. Кроуфорд играет очень много лет. Он маленький защитник. его ключевое качество маленького защитника это быстрый проход и хороший трехочковый бросок. Скорость можно вычеркнуть, потому что Кроуфорд уже 37 лет. 37 лет. Скорости нет. Все. Что осталось? Осталось только бросок. А бросок у него сейчас менее стабилен, чем раньше. Кроуфорд уже не тот супер зажигалка со скамейки, которым он был. Он все еще хорош, но это уже немножко не тот уровень. Мне кажется, любые ребята, которые следят за НБА, легко поняли, что Джамал Кроуфорд реально постарел, потому что это первый на моей памяти вообще сезон за последние 5 или 7 лет, когда имя Джамала Кроуфорда не фигурировало в списках кандидатов на премию лучше 6-й года. А это о чем-то говорит. Позволь мне свои 5 копеек ставить, ну и потом, конечно же, мы свои финальные какие-то итоги подведем по этой серии и выскажем то, что мы ожидаем от нее. По поводу травм. Ты говорил о травм именно в ключе больше клиперс, рассматривая их, и, конечно, не буду с тобой спорить, ты правильно отметил то, что в прошлом сезоне такая история случилась, и все мы помним, как она печально для команды из ЛА она закончилась. Но при этом не будем забывать о подобной же истории уюты. Уюты показать мощный состав это основной, я имею ввиду, это Джордж Хилл, Родни Худ, Гордон Хейворд, Деррик Фейворс, Руди Габер. Они вместе начали 13 игр в этом сезоне. При этом показать ли у них в этих встречах 11 побед и 2 поражения, что, ну, как бы впечатляет. С этим, я думаю, никто со мной спорить не станет. И вопрос, опять же, упирается в здоровье многих игроков Юты, потому что, к сожалению, несмотря на, в принципе, успешный сезон для Мормонов, у них все равно остались вот эти вот какие-то проблемы с медперсоналом, потому что очень много каких-то мелких повреждений у многих ключевых игроков. И, ну, нельзя, если честно сказать, что Юты подходит к плей-офф в 100% так сказать полном здравии. Опять же, Деррик Фейворс пропустил очень большое время и до сих пор не восстановился полностью от травм. Опять же, некоторые из опытных бойцов Джордж Хилл пропустил очень много игр в этом сезоне. И, ну, вряд ли можно говорить о том, что они готовы на 100%. С другой стороны, я хочу поговорить о положительных сторонах вот для Юты. Ты вот говорил очень много про Клиперс. Я уже сделал, в свою очередь, ну, упор на Юту. Что, как бы, выигрывает титул и, как говорится, защита? И если сравнивать эти две команды, то, пожалуй, Юта в этом компоненте преуспевает. И, не побоюсь, как бы, такого, так сказать, резкого заявления, она очень намного преуспевает, чем Клиперс. И, опять же, вот мы говорим о Руди Габере, вот сравнении Руди Габера и Дандри Джордан. Многие скажут, что, в принципе, одинаковые игроки подбирают, защищают свою краску, а в атаке живут, ну, тем, чем их откормят, либо отскоки от кольца, либо их разыгрывающие. Но, судя по статистическим данным, Габеру именно лучше удается делать защиту вокруг себя лучше. То есть, если брать их по отдельности, в вакууме, да, безусловно, даже посмотреть на какие-то статистические выкладки, несмотря на то, что Габер в этом сезоне стал лидером ассоциации по блокшотам с средним показателем 2,6 за игру, но Габер именно умеет выстраивать вокруг себя эту оборону. И, опять же, он окружен очень хорошими защитными игроками, того же лица Джорджа Хилл, Гордон Хейвард, несмотря на то, что он белый, опять минутка расизма в нашем подкасте, но без него никуда. Есть стереотип, что белые игроки не умеют защищаться. И, к сожалению, мой любимый игрок всех времен, Дирк Новицкий, все с каждым Новым Годом подтверждает эту, так сказать, аспект все больше и больше. И никогда на протяжении всей своей карьеры особо защитным джиггернаутом не был. Но Гордон Хейвард защищается на очень хорошем уровне. Дерек Фейверс, то же самое. Джо Джонсон, Борис Диау, слишком опытные бойцы, чтобы какие-то себе такие огрехи в обороне позволять. С другой стороны, против Клиперс также, как мне кажется, будет играть фактор психологии. Потому что, напомню, что это последний сезон на контрактах у их лидеров, Криса Пола и Блейка Гриффина. Впереди Клиперс ждет лето. Лето неясности, потому что, кого из этой парочки подписывать на один супермаксимальный контракт, непонятно. Что делать со вторым в случае подписания кого-либо из них на Супермакс, непонятно. Что хотят эти игроки на данную минуту, непонятно. И, как мне кажется, в этой серии вполне возможен такой расклад, что Клиперс, грубо говоря, выигрывает две игры у себя на площадке в стейпл-центре спокойно. Затем игра переносится в Юту, там Джаз берут две игры у себя на площадке и Клиперс просто как-то морально ломаются, как они это уже не раз сделали в плей-офф. Достаточно вспомнить полуфинальную серию западной конференции, извиняюсь, пару лет назад против Юстон, когда вели 3-1 и шутки про 3-1 в первую очередь ассоциировались не с Golden State Warriors, а в первую очередь с Клиперс. И, как мне кажется, очень многое будет упираться в психологию. И достаточно вот какому-то плану Клиперс пойти не так, как они это планируют. И все, можно ждать дрожащих коленек, может быть, даже не от Криса Пола и Блейка Гриффина, но, опять же, от тех же самых Остина Риверса, для которого этот плей-офф станет, ну, первой таким серьезным плей-офф, когда он входит в него в рамках одного из лидеров своих коллективов. Как мы это уже правильно отметили, Джамал Кроуворд уже не тот. Блейк Гриффин, на секундочку, стоит отметить, что провел далеко не лучший сезон свой. Да, он был омрачен травмами, бесспорно, но при этом, даже когда Блейк выступал, я бы не сказал, что он там демонстрировал что-то, что реально напоминало о Блейке образца, не знаю, трехлетней, двухлетней давности, когда он был один из кандидатов на MVP. Не будем об этом забывать. Очень много вопросов по поводу Клиперс у меня в этой теме и с другой стороны у меня меньше этих вопросов к Юте. И опять же, в третий или в четвертый раз уже за время записи этого подсказа напомню, что я очень большой любитель истории андердогов, именно поэтому я сделаю такое, так сказать, резкое предсказание и сделаю вывод о том, что, как мне кажется, Юта выиграет в этой серии в семи матчах. Опять будет очень жаркая серия. Не такая, может быть, по накалу именно эмоций и страстей, как пара Хьюстона-Клахома, но в плане интриги, как мне кажется, тут все будет очень и очень знатно и, как мне кажется, ну или, наверное, скорее всего, больше хочется, а не кажется, но все равно мое, так сказать, мое такое предсказание Юта в семи встречах. Согласишь ли ты со мной на эту тему? Ну, мне бы хотелось посмотреть на то, куда забудут сноут Дока Риверса после вылета в первом раунде от Юты. Поэтому я готов с тобой согласиться исключительно ради вот этого момента, понимаешь? Вот так ради этого. Кстати, вот интересная заметка перед записью выписал себе то, что у Риверса на самом деле, так сказать, показатели с Клиперс плей-офф 15 побед и 17 поражений. Что, ну, говорит о нем, не о каком самом топовом тренере, как о нем говорили до того, когда он пришел в Клиперс с такими-то звездами. Да, там были травмы самосероза. Кто говорил-то? Ну, многие люди. Зеленая мафия, как минимум. Вспомни все наши с тобой разговоры. Ну, это мы. Мы диванные эксперты. Мы не шарим, как бы, понимаешь, с тобой, Жень. А вот многие люди считали Риверса как бы топ-5. Он не оправдал это ожидание. Ну, и в целом, вот я услышал, что ты, в принципе, согласишься со мной как бы в таком, ну, в предсказании. То есть ты считаешь, что Юта имеет больше шансов удалить Клиперс, чем команда из Лос-Анджелеса? Я не считаю, что она имеет больше шансов. Я считаю, что если вдруг что-нибудь, неважно, что у Клиперс пойдет не так, это колосс, но колосс на глиняных ногах. И именно поэтому, если любой момент, ты правильно отметил про психологию, я сказал про травмы, если вдруг, я же говорю, если у кого-то что-то не полетит, если Редик выбросит там 0 из 10, Клиперс уже не доберет, Юта вцепится, Юта не отпустит. У Юты впервые за 4 года появилась вменяемая скамейка, появились опытные люди, которых не страшно выпустить в плей-офф. И Джо-Джо, в первую очередь, он самый главный сейчас человек для Юты именно с точки зрения опыта, именно с точки зрения нервов, которые в плей-офф очень нужны. И, безусловно, Борис, который имеет и опыт, и вот ту самую чемпионскую ДНК, о которой мы с тобой говорили недавно совсем. То есть, да, это все есть. Это те люди, которые Юте сегодня могут помочь реально прямо сейчас в плей-офф. И количество людей, которых Юта может заигрывать, оно больше, чем у Клипперс. И поэтому Юта еще может, ну, в крайнем случае, перебегать вообще Клипперс, которые будут играть в восьмером. Тоже нельзя отметать такой момент. Да, это не стиль Юты, безусловно, Юта играет в медленный баскетбол, но они это могут. И это не шутка, как бы. А если еще учитывать традиционные, достаточно серьезные проблемы в работе на своих счетах у Клипперс, я даже не знаю, стоит ли выделять их настолько однозначными фаворитами. То есть, посмотрим. Вот все будет зависеть от первых трех, наверное, игр, и как будет проявлять себя команда Риверс. Поехали на восток. Да, именно. Мы сошли, Женя, на том, что нас ждет очень интересная пара на западе в лице Юты и Клипперс. И предлагаю, так как мы уже обсудили все на западе, переехать, как правильно Женя отметил, на восток. И начать с серии лидера, победителя восточной конференции против команды, которая заняла восьмое место. Конечно же, я говорю о Кливленде. Шучу. Кливленд занял второе место. Сенсация года. Ха-ха-ха. А первое место занял Бостон с показателем 53 победы и 29 поражений. И соперничать с ними в первом раунде будет ни много, ни мало Чикаго Буллс с показателем 41 победа и 41 поражение. Команды в сезоне разделили между собой серию, то есть по две победы у каждого из этих коллективов в между собой так называемых. И предлагаю тебе, Женя, сперва высказаться, как ты думаешь, насколько здесь все очевидно. И, как бы, я думаю, мы согласимся в том, что, скорее всего, Бостон выиграет. И если выиграет, то в скольких играх? И за счет чего Чикаго может предотвратить такой исход для себя? За счет работы на подборах в первую очередь. Чикаго третий по подборам в лиге. Третий. Бостон был 29-м, но теперь 27-й. Ну окей, хорошо. То есть, очки второго шанса, если где-то что-то не полетело. Плюс, что еще важно заметить? Это плей-офф. У Ронда есть опыт игры в плей-офф. У Уэйда есть опыт игры в плей-офф. У Баттлера тоже определенный опыт есть, плюс он сам по себе достаточно серьезный парнишка. На секундочку, Жень, одну заметку, просто я хотел сам это сказать, но, Коль, ты привнес это, чтобы сразу сказать. У Уэйда 166 игр в плей-офф за карьеру. Больше, чем у всего состава Бостона в сумме. Это просто так, пища для раздумий, так сказать. Продолжай, Жень. Поэтому ключевым оружием и, собственно, единственным оружием Бостона, давай будем честны, является Изея Томас. Главный его аргумент это проходы. Он великолепен в проходах, он все это дело умеет, но его теперь будут держать. Ронда никогда не был плохим защитником. Он всегда, вот что он умел делать, он умел защищаться. Он не может не уметь бросать, ему может не хотеться там подбирать. Но в плей-офф в защите он отыгрывал всегда очень хорошо. У Эйд я не буду ничего говорить. Надо посмотреть пару игр Эйда в плей-офф и все, и все будет достаточно. Человек в одни руки, ну, правда, в молодости выиграл чемпионат, защищаясь на уровне Господа Бога, еще и в атаке играя почти на уровне Майкл Эджорнера. Да, это было 10 лет назад, но я думаю, что техника-то осталась. Плей-офф игра более медленная, и то, что Селтикс играет в принципе в достаточно быстрый баскетбол, ну, относительно, но опять-таки мы можем говорить о том, что они играют в достаточно быстрый баскетбол. Они тринадцатые в лиге по темпу. Да, здесь этот темп будет ниже, этот темп будет ближе для Чикаго, которые в лиге были, то ли 20-й, то ли 21-й, я, честно говоря, не видел апдейта последнего. Соответственно, для Чикаго эта игра будет комфортнее, игроки в Чикаго, как мы уже с тобой проговорили, достаточно возрастные, и им будет удобнее играть в медленный темп. Что является минусом для Чикаго, это, естественно, безусловно, отсутствие трехочкового броска. Они предпоследние в лиге по числу выборов на трехочковых. И, естественно, набирать очки им будет чуть-чуть сложнее. Чуть-чуть сложнее. Поэтому будет очень вязкая игра, будет игра сложная. Чикаго команда в последнее время совсем непредсказуемая, и они могут очень серьезно доставить серьезные проблемы Бостону. Но при этом ты считаешь, что Бостон победит, если к результату уже переходить. Понимаешь, давай смотреть на составляющие команды. Бостон команда достаточно... Понимаешь, персонали они решают очень много в плей-офф. Безусловно. Медленный темп, защита. Да, но у Бостона есть система. А у Чикаго сейчас это преимущественно настрой. Настрой может побить систему один раз, может побить два раза. Но не четыре из семи. В общем, Бостон в шести. И это оптимистичный исход. Ну, по твоему мнению. Ну, я думаю, что Бостону попьют крови, и Бостон здесь понервничает. Ну, я надеюсь на это. Ну, посмотрим, как получится. мне бы хотелось увидеть борьбу в этой паре, скажем так. Потому что Бостон объективно это одна из самых слабых команд победителей Восточной конференции за последние десять лет. А это что-то значит. Судя по усилию конференции Востока за последние десять лет. В принципе, ты все мысли, которые я хотел сказать по поводу пары, у меня по большому счету до меня сказал. Сам виноват. Нет, да, сам виноват, что ты дал слово. И в принципе ничего против я этого не имею. Единственное, что добавлю, что что может сыграть против Бостона, это некая психологическая такая, это психологический барьер, который стоит перед Celtics. Это то, что команда под приводительством Брэда Стивенса в таком вот их собрании еще не выиграли ни одной серии плей-офф. Как мне кажется, эта команда слишком сильна, чтобы споткнуться об Чикаго, несмотря на то, что в последнее время и Баттлер показывает сумасшедшую игру, и Ронда даже начал показывать какие-то, так сказать, тени от себя бостонского формата. И Дуэйн Уэйд вернется, которого ты вот говоришь, что он затащил никакущие Майами к чемпионству в 2006-м. Но при этом как бы далеко за примером ходить не надо. Прошлый сезон он затащил Майами, в который никто не верил, до полуфинала конференции, при этом в том подсезоне наливал из-за дуги Аки Стэв Карри, когда от него этого вообще никто не ожидал. Но с другой стороны Уэйд возвращается от травмы и, конечно, если он будет показывать баскетбол такого же уровня, как приблизительно даже такого же, которого он показывал в прошлом ПВФ, это, конечно, будет какая-то умопомрачительная история. Но, мне кажется, слишком многое должно сойти для Чикаго, для их успеха. И, несмотря на то, что я уверен, что Булс поборется, но, как мне кажется, финальный итог окажется Бостон в шести при очень удачном стечении обстоятельств для бычков в семи. Но, как мне кажется, Бостон преодолеет вот этот барьер в выигранную серию плей-офф под приводительством Брэда Стивенса. Все у них будет хорошо. Следующая пара, выше упомянутой мной Кливленд, который занял вторую строчку конференции, показатель 51 победы и 31 поражение, столкнется лбами с Индианой под приводительством Нейта Макмиллана, который в первом сезоне под его руководством занял седьмую строчку с показателем 42 победы и 40 поражений. Сезонную серию выиграл Дружина Леброна, как она у него удивительность показнулась, со счетом 3-1. Ну и тут, чтобы ты до меня все мои заготовленные мысли не высказались, я, пожалуй, первым выступлю. Ну, мне на самом деле сказать, очень многого нету по поводу этой серии, потому что, ну, сложно, очень сложно, потому что Кливленд после матча всех звезд показывал плохой баскетбол, ну вот серьезно, показатель 12 побед и 15 поражений. Даже если его отбросить, одна из худших защит лиги после матча всех звезд. По итогу сезона 22-я. И, как показывает практика, команда не выигрывает с такой защитой. Даже, да, регулярный чемпионат, это, как бы, всем эта история давно известна и понятна, но, как-то вообще не верится. Да, Кливленд просыпается в плей-офф. Это было не раз показано, было не два показано. И самим даже Леброном Джейсом в бытность игрока Майами, он это показывал нам довольно-таки отчетливо, много раз. Но, как мне кажется, в этой серии пару первых игр будут интересны, потому что, как мне кажется, Кливленд еще не нащупал этот, так сказать, тублер переключения в режим постсезона, и у них какое-то время потребуется на это. А тут еще и соперник Индиана, который в последних десяти играх, почуяв реальную возможность не попасть в плей-офф, просто по взмаху, так сказать, волшебной палочки превратил Пола Джорджа из, ну, непонятно, что во что в игрока, которого он напоминает себе лучшие годы. То есть, игрок, который вот набирает регулярно 25 плюс очков, выкладывается на 100% в защите и ведет за собой своих партнеров. Ну, и не будем, опять же, одну такую интригу серии забывать, дунет ли второй раз в своей жизни Лэнс Стивенсон в ухо Леброна. Это, как мне кажется, будет самая интересная такая сюжетная линия этой серии, и я буду очень пристанно за этим следить. Ну, опять же, шутки, шутки прочь, опять же, Лэнс после подписания с Индианой со скамейки выходил и показывал себя только с лучшей стороны. Ну, если мы не уберем момент, когда он забил на открыто кольцо на последнюю секунду поединка Торонто, потому что, как мне кажется, это был мальца непонятный какой-то поступок, но если брать чисто игровые моменты, то Лэнс выкладывается, видно, что ему очень нравится в Индиане, не будем забывать о поддержке таких лиц, как Джефф Тик, Майл Стернер, и, как мне кажется, в итоге можем получить нечто очень интересное, но против Кливленда я бы не пошел слишком рано команде из Огайо вылетать, и я скажу, что пару первых игр у Кливленда будет акклиматизация, потом они нащупают свою плей-оффную игру, Тайрон Лю достанет свои защитные заготовки, про которые он говорил на некоторых пресс-конференциях во время регулярного чемпионата, которые были специально для плей-офф, и Кливленд попадет, ну, выиграет в шести играх, может быть, даже в пяти. Вот такой мой прогноз. Согласишь ли ты со мной, Женя, или нет? 4-0. Так кратко, и никаких уточнений? а теперь расскажу. Смотри, несколько моментов, которые лично для меня являются крайне показательными. До матча всех звезд, помнишь, как играл Кливленд? 36-19. Они разорвали восточную конференцию, они были на первом месте до All-Stars, извини, господи, до All-Stars. Они разорвали восточную конференцию. Если мы вот возьмем отрезок, я услышал эту мысль у одного очень уважаемого журналиста, и я ее сейчас просто услышал, я проверил цифры, которые он сказал. Кливленд с All-Stars Break'а этого и до прошлого плей-оффа. 55-21. 55 побед, 21 поражение. К прошлому плей-оффу они тоже подошли в разобранном состоянии. Помнишь первые два раунда? 4-0-4-0. И потом еще две игры у Торонто они выиграли в одну калитку. То есть у них было 10-0 в прошлом плей-офф, они стартовали таким образом. И сейчас они получают в сопернике Индиану. Индиану, которая была для Кливленда традиционно хорошим соперником, но была, когда это была Индиана под руководством Фогеля. Индиана под руководством Макмиллана, она одну игру зацепила у Кливленда, да, не поспорю, это была именно та игра, когда Леброн отдыхал. Другие игры Леброн против Индианы. Я просто приведу процент с игры. 56, 70 и 56. Кто держит Леброна? Стивенсон? Ну, вот он разве что сдуть его может. Это единственный вариант. А другого нету. Я бы на это с удовольствием посмотрел бы. Поуд Джордж в лучшие годы никогда не мог удержать Леброна. Леброна могут удержать два человека в лиге. Ну, придержать. Давай, я уже говорил в прошлый раз, я всегда повторяюсь, придержать Леброна успешно могут два человека в лиге. Они оба играют на западе. И раньше финала с ними не встретятся. И встретится Леброн может только с кем-то из них двоих. Все, больше других вариантов нет. Нету ресурса человеческого. Индиане неким держать Леброна. Если мне хотите сказать, что Тиг в нынешнем своем состоянии способен удержать Кайри Ирвинга, ну, не знаю. Я диагнозы ставить не люблю. Получать мне тоже нельзя, поэтому я воздержусь от комментариев. Кливленд включится. Индиана для него лучший соперник, самый лучший из тех, кто мог выпасть. Это не Милуоки, это не непонятный и сверх мотивированный в игре против Леброна Вейт. Это именно Индиана, которая проигрывала Кливленду, которая будет проигрывать Кливленду, и у которой нет никаких шансов и никаких ресурсов для того, чтобы что-то зацепить против Кливленда. Ну, не в этот раз. Может, когда-нибудь Макмиллан что-то построит в этой Индиане, но я думаю, что мы этого не увидим. 4-0, ну, 4-1, если они выйдут на одну из игр в Индиане. Я имею в виду лидеры Кливленда. Ну, я думаю, не настолько совсем в Тарон Лю и Дэвид Гриффин потеряли свой рассудок, что будут тогда выдавать отдых своим лидерам прямо в серии плей-офф. По-моему, довольно-таки адекватнее будет как бы выиграть эту серию 4-0 и дать им отдых на протяжении недели перед вторым раундом. Это раз. Ну, и маленькое такое замечание в конце, то, что типа я бы с большим удовольствием, намного большим удовольствием обрадовался бы такой паре плей-офф, как Кливленд-Чикаго, что в принципе до последнего дня было возможно, потому что Чикаго в этом сезоне у Кливленда выиграло 4 встречи, все 4 встречи, и мне было бы интересно посмотреть, ну, как бы, была ли это закономерность или просто вот реально Кливленд настолько, так сказать, пофигически относится к регулярному чемпионату, не придаёт значения всем этим встречам. Второе. Ну, скорее всего, второе, да, но этого мы никак не узнаем, потому что Кливленду досталась Индиана. Будем смотреть, что выйдет в этой серии без какого-либо участия Чикаго. Предлагаю перейти к третьей серии на Востоке, это соревнования между третьей командой Восточной конференции и шестой, то бишь, я говорю о Торонто, которая победила в 51 встрече, привела в 31 регулярного чемпионата, и, соответственно, Милуоки с показателем 42-40. Личная серия между этими двумя коллективами в этом сезоне закончилась 3-1 в пользу коллектива из Канады, и, Жень, я начинал, я не эгоист, теперь ты начинай, как ты считаешь? Есть ли шансы у Грик Фрика зацепить эту серию у Торонто? Ну, или просто нет? Как думаешь? Милуоки выиграл у Торонто в той встрече, когда не играл Кайл Лаури, я имею в виду. Во всех матчах, когда Кайл Лаури был на площадке, у Милуоки шансов не было. Вообще. Ни разу. Они проигрывали в 10 очков, как минимум. Там, в самом начале чемпионата они сыграли там, 6 или 7 была разница. А потом Репторс просто разрывали Милуоки без шансов. Поэтому если Лаури сейчас хотя бы в близкой к оптимальной форме, как бы круто Милуоки не играл. Каким бы шикарным тренером Кид не был, человеческий ресурс пока не позволяет выиграть. Вот и все. То есть, тут исключительно по персоналиям. Если посмотреть, если пройтись, сильнее у Милуоки одна единственная позиция. Грик-фрик. Все. Все остальные слабее, причем слабее заметно. Очень заметно. И это еще мы смотрим игры до подписания Такера. Когда подписали Такера, который добавит в защите. Когда Ибака стал играть всерьез. Я не вижу шансов у Милуоки, несмотря на то, что команда достаточно хорошая. Я уже признавался в любви к командам Кида. Поэтому команде Кида. Поэтому мне всегда он нравился как игрок. Он очень хорошо себя проявляет как тренер, но не в этот раз. Я буду ждать его в следующем сезоне со здоровым Джабари. И вот в следующем сезоне я его буду ждать в полуфинале конференции, но не в этом. Пока Торонто слишком седло. Просто такое забавное наблюдение. Ты сказал, что единственная позиция, в которой Милуоки сильнее Торонто, это Грик Фрик. А какая его на позицию? Он может играть на любой позиции, Жень, надо уточнять. Это, конечно, само собой шутка. Прекрасно понимаешь, что ты именно говорил о позиции легкого форварда. Но я с тобой абсолютно соглашусь. Да, я не стал первым игроком в истории или самым молодым, точно я сейчас не помню, который вошел в топ-20 во всех основных пяти категориях этого сезона. По количеству, я имею в виду очков, подборов, ассистов, перехватов и блокшотов. Это просто мозговышибательно. Да, я только что придумал слово, такого слова, наверное, нет, но, мне кажется, оно идеально описывает мои ощущения от игры и Грик Фрик в этом регулярном чемпионате. Но каким бы не был хорош Грик Фрик, одного его не хватит для этой серии. Не хватит помощи Миддлтона, который, так же, как мы с Женей, опять же, как с тобой, мы во многих наших предыдущих выпусках отмечали, что Миддлтон тоже очень хорош по себе выздоровления. Да, есть такое своеобразное чемпионское ДНК пресловутая у Мэтью Деловидов, который, может, кого-нибудь там и придержит и каким-нибудь австралийским грязным приемчиком это и воспользуется. Но этого объективно мало. И да, у Торонто есть Демар Де Розен, который провел свой лучший регулярный чемпионат. Да, он в плей-офф скорее Демар Де Фрозен, а не Де Розен. Есть такие нюансы. Но, опять же, окей, отбросим Де Розена. Допустим, он проведет худшую свою серию во всей жизни. Не будем забывать, опять же, добавленных Стержей Баку, не будем забывать добавленного Пиджей Такера, не будем забывать Йонаса Волан Чунаса, который в последней игре регулярного чемпионата забил свой первый трехочковый. И я верю, что далеко не последний. Это придаст литовцу, я верю на уверенность, и он покажет Тону Мейкеру или каким-нибудь другим центровым Милуоке, где литовцы зимуют, так сказать. Ну, а если серьезно, то, опять же, все будет упираться, как мне кажется. Точнее как, даже не все, как мне кажется, Торонто, ну, в любом случае, выиграет Милуоке. И, как мне бы очень хотелось, чтобы Торонто впервые за четыре года наконец-таки выиграли свой первый матч плей-офф, потому что не будем забывать, что они проигрывают свой первый домашний матч. И НЭЦ в четырнадцатом, извиняюсь, да, в четырнадцатом. И Вашингтон в пятнадцатом, и даже Индиане в шестнадцатом. Надеюсь, как бы, эту такую негативную свою тенденцию они прервут в этом сезоне. Ну, и закончу свою прошлую мысль, которую начал, то, что то количество игр, в которых Торонто как бы разделается, так сказать, Милоки будет зависеть от основного кондиции Кайла Лаури. Разыгрывающий основной и, как я уже не раз замечал, лучший, на мой взгляд, игрок Торонто вернулся в состав Торонто за четыре игры до конца регулярного чемпионата и в них показывал, в принципе, ну, неплохие цифры. Семнадцать сплей на очков, семь сплей на ассистов, при этом с очень такой солид диффенс, так сказать. И, как мне кажется, Лаури будет только набирать обороты в плей-офф, и на лучшее, на что может претендовать Милоки в этой серии это заруба на шесть игр, как приблизительно было два года назад в первом раунде, когда Милоки встречались в свое время с Чикаго. Вот, мне кажется, это оптимистичный расклад для Милоки, ну, а если брать более-менее реалистичный, то при всей, опять же, любви, как ты правильно заметил, к Джейсону Киду, к Янезу Дадакумпа, мне кажется, это пять-шесть игр в максимум. Вот такое вот наше мнение относительно этой пары. Ну, и приступим к осуждению последней пары плей-офф, команды. Я говорю о противостоянии Вашингтона, который закончил этот регулярный чемпионат с показателем 49 побед и 33 поражения против Атланты, которая закончила тот же сам регулярный чемпионат с показателем 43 победы и 39 поражений. Ну, и как бы здесь я первым выскажу свои мысли, как мне кажется, это будет вообще одна из самых скучных серий этого плей-офф, потому что, ну, Атланты к этому, к постсезону, к играм на вылет подходят, ну, в разобранном состоянии. Мы говорили об этом, когда обсуждали с тобой коллектив, который борется за плей-офф, как ты помнишь, и да, как бы Атланты с тех пор как бы получше стали играть, выздоровел Пол Милсеп, он, не будем забывать, был одной из главных таких причин, почему Атланта обыграла Кливленд в том дико напряженном триллере в Дом у Атланты. Я говорю не о той игре, когда Кливленд проиграл Майклу Делэйни и всяким Деандре Бэмбри, конечно же, да, но все равно я не верю, если честно, сегодня заглянул в статистику их именно как команды и Атланта располагается на далеком от нормы 27-м месте по атакующему рейтингу. Это совсем грустно. Конечно, в плей-офф как бы много имеет атак, ой, не атак, извиняюсь, защита. И с обороной у Ястреба в принципе все в порядке. Они входят в пятерку лиги по защите и опять же, ну сложно этого не делать, когда в твоей команде играют такие люди, как Пол Милсеп и даже такая стареющая версия, такой некий гибрид Логана и Билла Рассела. Это можно-то, если такие глупые аналоги можешь проявить. Я имею в виду, конечно же, Дуайта Ховарда. Но при этом как бы у Атланта слишком много таких подводных камней. Вот что Атланта будет делать против бэккорта Вашингтона в лице Джона Уолла и Брэдли Билла? Ну, просто для сводочки у Атланта в старте будет скорее всего выходить Дэни Шрюдер, который проводит первый сезон в лиге в рамках основного плеймейкера и как бы заводил и команды. И Тим Хардауэй Джуниор, который, ну, тоже его сложно сказать опытным бойцом, человек, который кончается скоро Гановичевский контракт и который получает первую серьезную сделку в этом межсезонье. Ну, кто угодно, но не они смогут остановить эту парочку из Вашингтона. И тем более, как я прочитал очень интересное замечание относительно Джона Уолла и Атланты, у Джона Уолла стопроцентно зная его характер и зная его злопамятность, у него будет зуб на Атланту, потому что, как мы помним, два года назад именно Атланта выбила Вашингтон в полуфинальной серии Восточной конференции и Джон Уолл тогда не играл в половине матча серии из-за травмы своей руки. И, как мне кажется, у него будут такие реваншистские задатки на эту серию и он проявит себя абсолютно красе, станет MVP серии, если бы такие награды, и похоронят Атланту в пяти, опять же, в максимум шести встречах. Это, знаю, звучит банально, я такой расклад даю по большому счету по четырем или шести парам из восьми, которые образовались в первом плей-офф, но, как бы, не хочется Атланту обижать, потому что, опять же, как я уже отметил, у них есть ресурс, за счет которого они пару игр могут зацепить. В первую очередь это Пол Милсоп и тактические склады, схемы и умы Майка Буденхользера, но вообще подведешь такой своеобразный итог этой серии. Вот веришь в Атланту или нет? Никак не верю. Почему? Потому что, опять-таки, это плей-офф, звезды будут играть больше, звезды Атланта это Пол Милсоп и и у меня они закончились. Ну да, Бейзмар, ну, его еще нельзя назвать полноценной звездой. Он очень хорошо играл, но он еще не звезда. Все. Ховард уже не звезда, Бейзмар еще не звезда. Шрёдер это это не тот человек, на которого стоила меня Тига, но они сделали выбор, они за это получат от Вашингтона полную авоську, потому что Билл с Уолом они начнут с 2-0 дома, а дальше уже все будет зависеть от Атланта. Смогут они зацепить хотя бы одну игру за счет того, что у них очень длинная скамейка, они могут себе позволить ротироваться, ну, скажем так, позволять отдых своим стартерам, давайте будем говорить своим стартерам, потому что скамейка у них смогла обыграть Кливленд, там фактически усилиями людей, которых мне очень тяжело вспомнить, ну, кроме Дан Ливи. Поэтому я не верю, я не вижу у Атланты вообще никаких перспектив сейчас в этом плей-офф, они вылетят, они продадут, отдадут, или Милсо вообще уйдет, и это будет команда перестройки, которая затянется на некоторое время. освобождается место в плей-офф, налетай, Детройт, или кто там в очереди. Майами, хотелось бы Майами, но не в этом сезоне не вышло, что коллектив... Я тебе сказал, что Майами не попадет. Ну, все, вот будешь не темно. Три недели назад сказал. Ну, что, у меня человек романтичный, так сказать, что вижу на то, как бы, и верю, и Майами действительно в конце сезона вселил меня надежду, но, увы, я в плей-офф попали не они, а Индиана и Чикаго, которых мы уже, в принципе, поговорили, как и о всех парах этого плей-офф. Спасибо тебе большое, Женя, за то, что помог мне сегодня разобрать вообще всю эту, так сказать, картину общую постсезона начинающегося в НБА. Было, как мне кажется, интересно пообсуждать нам с тобой все это. И, опять же, надеюсь, не в последний раз с вами записываешься, правда же? Ну, я тоже на это надеюсь. Ну, все, отлично, на это мы сойдемся. Ну, а вам, дорогие зрители и слушатели подкаста, я предлагаю оставить свое мнение относительно пар первого раунда плей-офф в комментарии под этим видео или аудио выпуском, в зависимости от того, как вы нас смотрите. Можете нас найти на Ютубе, ВКонтакте, на Спортс.ру, на Микс Клауде. Мы есть везде и нас не так уж и сложно и найти. Вот такие вот сегодня у нас расклады, дорогие друзья. Спасибо всем за ваш просмотр и прослушивание и до следующего подкаста. Субтитры создавал DimaTorzok